Ребят, я уже устал идти, мне Санча позвонил, я прибежал, говорят, это тебе обязательно надо снять. Да ладно ты! Это номер. Нифига себе! Вы только посмотрите, ребят. Наш крест непростой. В композиции стали включаться иконы с различными евангелийскими сюжетами. Завершались такие композиции рядом изображения херувимов в верхней части яруса. Это уже не крест, а сложная икона, состоящая из множества изображений. Она играла роль переносного иконостаса и в быту называется Патриарший крест. Да ладно, да ну ***! Что-то скинул, походе. Ах, спасибо! Ты же кребанул, что ли, даже еще, если что? У того ***, а это двухсторонний складень. Где створки сейчас? Саша, ты отсюда не уедешь. Какая-то непонятная здесь, здесь и надпись. Блин, уже темнеет. Что-то я помогу. Зачет. Класс! Ребята, уже совсем-совсем темнеет. Надо за фонарем идти. Пацаны уехали за металлом. Место они там метальное нашли. И вот, приятная находка, ребята. Смотрите, что. Целая, целая заглушечка для бутылочки. О, как раз для моей бутылочки, ешкин кот. Блин, уже фокуса нету, нифига. Размывается все. Но такую я в первый раз встречаю. Вот, для моей бутылочки, такая заглушечка. Все. Надо идти с фонарем. Итак, все. Я, ребята, сегодня остался один. Кенгуха. Кенг. Передай привет. Вот они. Кенговские глаза. Светятся, не знаю, на камеру видно. Стою вот в яме уже, на такой глубине. Или вот, знаете, выпала вот такая бутылка с надписью. С надписью. Что написано на ней? Непонятно. Через камеру не видно. Ну, это что-то Москва. Си... Что там есть? Си-У... Си-У-И-М. Что-то фигня какая-то. Вот такая вот зачетная. А наш флакончик не простой, а с историей. Давайте немного окунемся в те годы. Молодой французский предприниматель Адольф Сио вместе со своей женой приехали в Москву в 1853 году. И устроились в небольшую парфюмерную фирму. Поднакопив средства, они решили заняться собственным делом. Фабрика основана Адольфом Сио в 1855 году. Славилась не только своим кондитерским отделением, но и парфюмерным на всю Москву. Впоследствии на всю Россию. В последующие годы подключились и их сыновья. И основали торговый дом С-Сио-Икон в 1881 году. Но это уже другая история. Наша А-Сио-Ико. Теперь мы знаем, что наш флакончик датируется до 1881 года. Товарищество Сио является поставщиком императорского двора. Причем изначально звание поставщика двора товарищество получило как кондитерское производство. Кроме кондитерских парфюмерных товаров под марками А-Сио-Ико выпускались косметические продукты. После революции производство духов почти остановилось. Возобновилось после 20-х годов под брендом Большевик. Но после 1927 года фабрика переведена на выпуск исключительно мучных кондитерских изделий. И знаменитые ароматы оказались утраченными. История всего торгового дома А-Сио-Ико уникальна. Но не будем отходить от основной темы. Тема копа. Шуфологии. Так что возвращаемся. Будет еще интересной находки в этой яме. Класс. Люблю стекло. Монет нету? Ну, мне нравится стекло. Зачет. Ребят, подрезая стенку, мы стоим вон в дырочке. Выпала еще одна бутылка. Она лысая, что ли? Нет, ребят, она не лысая. Она такая же, как и до этого поднимал при свете. Что тут? Нет, тут другая. Там была центральная. Ореол. А тут в два ряда. Так, как посветить-то лучше? Что написано-то? Да фит, я знаю, что написано. Красотуля! Эй, красотуля! Саша, ты молодец! Супер! Супер, супер, супер! Ладно, продолжаем, ребята. Класс, класс, класс. Итак, ребята, это уже интересно. Что я нашел? Очень, очень приятную вещицу. На штык лопаты идет кирпичи. Ниже означает, что, возможно, где-то рядом печь. Здесь, ребята, встречается вот такая вот керамика. Вот, и, как бы, знаете, я игнорирую осколки, иногда собираю и выбрасываю в одну кучку. Но, когда вот это попало в мое зрение, я подумал, что это за херня. А потом приглядываюсь, ешкин кот. Это фарфоровая статуэтка. Какая-то девочка чего-то держит. Собаку, что ли? Офигеть. Обалденная вещица, ребята. Я обязательно про нее что-нибудь найду. Так что, поздравляйте меня в комментарии. Стекло и фарфор. Обалдеть. Завтра при свете сделаю обязательно фотки. Ну, вообще, классно, классно, классно. Яма уж большая, ребята, большая яма уже наковырял много, но пыльная вот эта вот пыль, она до сих пор присутствует. А чуть ниже, на штык я уже докопался, имеются кирпичи. Возможно, печная, а может быть, не знаю. Сейчас уже, видите, что это в бутылочке. Ох, смотрите, тоже какая-то фигурина была красивая. Так, я, кстати, все, вот эту требуху, стекло, фарфор. А, кстати, еще хотел вам показать, при случае, наверное, полчаса назад откопал. Вот такой клык, ребят. Здесь, в этой местности кабанов, очень много. Вот такой вот клык кабаней. Офигеть. Кстати, сейчас я вам покажу, сколько я уже стекла наковырял. Стекла много. Костей вот таких вот много. Стекла много. Я, как бы, крупное стекло, стараюсь бросать сюда. Ну, хотя, что я вам сейчас в темноте ничего не покажу. Что здесь интересное? Бутылочки с надписями. Я имею в виду с этикетками. Что за этикетки, не знаю. С надписями тоже имеются. Где-то, где-то. А, вот с надписью. Тоже Москва. Столкинг. Братья Столкинг, походу. Такая вот есть. Рюмочки какие-то. О, вот это вот тоже. А, это тоже такая. Такая же, да. Ну и цветная тоже есть. Не знаю, рюмка, бутылка. Уксусная. Кстати, уксусная. Уксусная с носиком. С носиком они с надписями. Кстати, еще, блин, знаете. Вот такие вот лабораторные здесь стекляшечки. Мензурки какие-то. Вот. Такая вот тоже красивая стекляшечка. Такая вот тоже красивая. В общем, даже плавленый какой-то есть. Короче, все есть. Керамика, фарфор, стекло, все есть. А с монетами что-то туго. Что такое было здесь, непонятно. Ладно. Совсем уже темно. Время, наверное, уже часов 12, что ли, блин. Мрак. Очень страшно. Без кинга я бы уже давно бы навалил. Кстати, здесь очень много кабанов. Очень. На предыдущих видео вы, наверное, видели, да? Кабаны прям подходят к нам. Передернул аж от страха. Итак, ребят. Устал я шурфить. Находок таковых нету. Но если я снимаю, вы поняли, да? Чего-то откопал. Копаю возле печки. Кирпичи сжженные. Кучу туда уже накидал. Кстати, я еще обратил внимание. Куча вот такой. Плитки. Я думал, ее аж твоя мать. Совсем ли советская. У нас плитка. От плитки кругом. Особенно первые штыки. Плитка кругом. И стали вылазить вот такие всякие железяки. Тяжелые. И уголок появился. Вот из этой ямки. Уголок. Вытащил створка. Вы думаете, створка? Ну и створка. Я их полно откапывал в створке. Но это створка. Ребят, смотрите. Створка. Классная створка. Вообще. Какой-то щит, что ли. Щит. Я, по-моему, недавно делал обзор створки, которую нашел у нас Дэн. Да. По-моему, две печати и два царских силуэта. Блин. Нет преобразователя. Это можно было бы сейчас почистить. Но лучше не стоит. Лучше водой. Ну, что-то подобное я видел. Что-то щит. Это что-то перекрещу. Сабли, что ли. Или что-то в этом роде. Здесь тоже меч, по-моему. Сейчас. Не знаю, ребят, что такое. Вот, ну. Печная створка с каким-то рисунком. Как она была-то, блядь. Охрен я знаю, блядь. Не помню рисунок, ребят, не помню. Постараюсь завтра помыть. А, да, вот, смотрите. Да, вот сабля. Вот на сабле. Это что у нас, винтовка шею, блин. Короче, завтра помою и посмотрю. Вещь очень интересная. Но монет нифига нету. Хороших монет нету. Совсем темно. Не знаю, сейчас, наверное, уже час. Ну, вы поняли, да, ребят? Я там, где буду, подымал, ушел оттуда. Там как-то пошло не айс. Целый час прокопал. Ничего. А здесь буквально вот верховая. Шикарная находка. Хоть и железо, но шикарная. Класс. Итак, ребята. На сегодня, пожалуй, все. Время уже два часа. Сидим у костра. Кинг объелся. Я тоже поужнал. Но пришло время все-таки пойти отдыхать. Вы знаете, я не сказал вам то, что парни сегодня ездили еще копать по металлу. Вот. Плюс тут еще залетные были. И там нашли два АТК-700 радиатора. И что-то мне тоже захотелось немножко подзаработать. Завтра с утра поснусь. И поеду на то место, которое, кстати, нашел Саня Петров. Он оттуда столько металла сегодня брал. Почти бампером чиркал об дорогу. Вот так что завтра отправляюсь туда. Парни, наверное, стопудово завтра тоже приедут. Потому что, ну, уже поздно. И они уехали. Попрощались мы. И сказали, что, возможно, приедут. Приедут. Так что завтра будет коп по металлу. А сегодня было не густо, но жирно. Жирное стекло, жирный металл. Ну, я думаю, вам понравилось то, что я нашел. То, что вам исторические факты прикрепил. Думаю, вам понравится в целом мой канал. Если вы первый раз появились у меня. Подписываемся. Ставим лайки. Ну, а мы все. На боковую. В мешок. Сегодня тепло. Но моросил уже дождик. Скоро к нам дожди придут. Морозы. Так что надо. Надо. Уже думать о зимних шурфах. Где найти, что покопать. Пока в планах ничего нет. Надеюсь, появится. Все. Хорош. А то я что-то уже устал. Спать хочу. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok